В России резко вырастут налоги на наши с вами доходы. Курс доллара вырос до 95 рублей. Девальвация уже началась. ЦБ в 25 раз увеличит продажи валюты на внутреннем рынке. Израиль и Иран развязывают третью мировую войну и угрожают ударами по ядерным объектам. В России хотят ввести запрет на пропаганду child-free. Россияне потратили в букмекерских конторах более триллиона рублей. Всем привет! На связи Глеб Задой. Инвестирую более 18 лет в трейдинге. Более 15 лет обучил 20 тысяч трейдеров и инвесторов. Создал личный капитал более миллиона долларов на трейдинге и инвестициях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь все про грамотные инвестиции и прибыльный трейдинг. Минфин Российской Федерации представил проект бюджета на 2025-2027 года. Более 170 миллиардов рублей планируется выделить на развитие микроэлектроники до 2027 года. Проект бюджета Российской Федерации на 2025-2027 года предусматривает выделение 3,7 триллионов рублей на развитие авто и машиностроения. Реализация программ льготного автокредитования и льготного лизинга будет продолжена в 2025-2027 годах. По прогнозу министерства, ВВП Российской Федерации по итогам 2024 года вырастет почти на 4%. И главное, на укрепление обороноспособности страны для обеспечения сдач СВО предусматриваются значительные средства. Треть бюджета пойдет на специальную военную операцию. При этом надо наполнять бюджет. И планируется это делать за счет резкого роста налогов по всем фронтам. В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков. Сверхприбыль будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023-2024 года над средней арифметической величиной прибыли за 2022-2021 годы. Ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате, как при штрафах ПДД. В 2025 году ожидается почти трехкратный рост поступлений от повышенного НДФЛ. Поступления вырастут с 307 млрд рублей в 2024 году до 811 млрд в 2025. Основными факторами, которые будут влиять на динамику поступлений от НДФЛ станут расширение прогрессивной шкалы налогообложения, рост заработных плат россиян, а также прогнозируемые показатели инфляции и динамика ключевой ставки. Люди, новая нефть. Девальвация уже началась. По данным Центрального банка, уже 4 октября официальный курс доллара выше 95 рублей. В октябре американский доллар поднимется до 96 рублей, евро до 107 рублей за доллар, а юань до 13,7 за 1 рубль. Такие прогнозы дают эксперты, опрошенные РБК. А у нас, кстати, совсем недавно на канале вышло видео, где я давал свой прогноз по курсу российской валюты. Если вы еще это видео не смотрели, обязательно посмотрите, ну а в комментариях напишите, что вы думаете по рублю. Действительно ли продолжится девальвация или все-таки это временное явление и скоро рубль снова начнет расти? Жду вас в комментариях. А тем временем в Минэкономразвитии Российской Федерации ожидают, что доллар превысит 100 рублей в июле 26 года. Вот такие прогнозы. Центробанк в 25 раз увеличит продажи валюты на внутреннем рынке. Минфин в октябре направит меньше средств на покупку золота и валюты, что приведет к росту продаж юаней со стороны ЦБ. В сентябре Банк России продавал валюту на 200 миллионов рублей в день, а в октябре продажи будут выше 5 миллиардов в день. Это должно, по идее, поддержать рубль. Но пока он продолжает слабеть, даже несмотря на рост цен на нефть. А цены на черное золото подскочили на 3%. И произошло это на фоне сообщений о том, что Иран планирует атаковать Израиль. Премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху назвал иранскую ракетную атаку, цитата, «большой ошибкой» и пообещал, что Иран заплатит за свои действия. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил поддержку Израиля и добавил, что США готовы к дальнейшим действиям в ответ на иранские удары. Израиль тем временем направил Ирану ясные предупреждения о намерении ответить на любой обстрел своей территории и напрямую ударить по ядерным или нефтяным объектам. Об этом пишет Wall Street Journal. Об этом же говорят и американские чиновники, что рассматриваются и более экстремальные сценарии, в том числе удар Израиля по ядерным объектам Ирана. Того и гляди, нас с вами ждет или ядерная война, или третья мировая. В общем, в мире, как обычно, неспокойно. В России хотят ввести запрет на пропаганду Child Free. Правительство одобрило два законопроекта о запрете пропаганды Child Free. Госдума приступит к его рассмотрению в самое ближайшее время. И предполагается ввести ответственность для сторонников Child Free в виде крупных штрафов. Так вот до 400 тысяч рублей будут платить физические лица, до 800 тысяч рублей составит штраф для должностных лиц, а юридические лица будут обязаны заплатить до 5 миллионов рублей. Денежные штрафы также предусмотрены для иностранных граждан. Они могут быть заменены административным выдворением за пределы Российской Федерации. Ну, в общем и целом, в стране, как вы понимаете, друзья мои, все проблемы абсолютно решены. И пора заняться пропагандой Child Free. Что думаете по поводу Child Free и по поводу запрета? Пишите об этом в комментариях. 1,2 триллиона рублей потратили россияне в букмекерских конторах в прошлом году. Об этом заявил замглавы Минфина Иван Чебесков. Ставки ежегодно делают около 6 миллионов граждан, а выручка организаторов азартных игр выросла за последние 4 года в 16 раз. Количество участников сопоставимо со всем фондовым рынком в России. На бирже лишь 7,8 миллиона клиентов. В России появятся миллионы пенсионеров с ипотекой. По данным ЦБ, в первом полугодии 24 года доля ипотечных кредитов, по которым возраст заемщика на момент плановой выплаты займа составит более 65 лет, достигла 48% от общего объема выдач. Чем пенсионеры будут платить ипотеку не совсем понятно. Видимо, люди надеются на досрочное погашение. 5 миллионов трудоспособных граждан мы потеряем. Это граждане в возрасте от 20 до 39 лет. Такая текущая демографическая ситуация. Мы не сможем этого изменить. Остается только принять. Об этом заявил CEO Headhunter. На следующей неделе выйдет видео, где мы с вами достаточно подробно разберем, что вообще сейчас происходит с нашей российской экономикой. Что будет с инфляцией, с нашими с вами доходами. И один из серьезных вызовов для России сейчас это кризис на рынке труда. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить видео. Мы его уже записали. Оно сейчас в монтаже. И в начале следующей недели появится на канале. МВД возбудило уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Они известны еще в соцсетях как Лерчик и Артемчик. Новое, уже второе дело связано с переводом валюты на сумму 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Чекалиным грозит до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей по новому уголовному делу. По первому делу ребята не без труда раскидались, оплатив что-то около 500 миллионов налогов. Но тут подоспело и второе дело. В общем опять люди новая нефть. Но думаю, что большинство россиян, глядя на блогеров и их огромные доходы, только обрадуются такому раскулачиванию. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Друзья, российский фондовый рынок сейчас упал до очень привлекательных значений для покупки акций. Наша команда экспертов в клубе инвесторов и трейдеров регулярно выкладывает подборку самых интересных бумаг, которые можно купить на бирже. Кроме этого в клубе есть топовое обучение подборка лучших мастер-классов, а также есть канал с торговыми рекомендациями. Переходите по ссылке в описании и забирайте подборку лучших акций прямо сейчас. И присоединяйтесь к клубу инвесторов и трейдеров. Кстати, на этой неделе завершилось еще одно громкое расследование. Расследование дела Аяза Шабудинова завершено. В итоге предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества. Мы, конечно же, не согласны с таким обвинением. У нас есть все основания утверждать это. На следующей неделе планируем приступить к ознакомлению с материалами дела. Их около 150 томов, большинство из которых это изъятые в ходе обыска в документы. Уверен, приговор по этому делу станет практикообразующим. Многие следователи и суды сейчас ждут. Чем же закончится этот процесс? Об этом написал защитник Аяза Калой Ахильгов у себя в телеграм-канале. Россия переживет любые цены на нефть. Россия выдержит любое снижение цен на нефть. Ведь зависимость нашей экономики от углеводородов снижается. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новых. Мне действительно интересно, а если цены на нефть упадут до 10 или 20 долларов за баррель. Действительно ли сколько времени сможет продержаться наша экономика при таких ценах на нефть? Давайте на эту тему подискуссируем в комментариях. Ну и к приятным новостям. Таиланд начал выплачивать гражданам по 300 долларов. Это делается для стимулирования экономики. Сначала деньги получат 14,5 миллионов человек из самых уязвимых слоев населения. Всего программа рассчитана на 45 миллионов тайцев. Общая сумма затрат составляет 14 миллиардов долларов. Об этом пишет Financial Times. Повезло тайцам. При этом власти Пхукета хотят запретить въезд на остров бедным туристам. Всем, у кого на счету меньше 300 тысяч батов, это примерно 900 тысяч рублей, могут ехать в другое место. С такой идеей выступил губернатор острова. Предложение рассмотрит правительство Таиланда. Так что, друзья мои, пока еще не поздно, на Пхукет можно съездить. Дмитрий Медведев стал председателем совета директоров Ростелекома. Что ж сказать, почетная пенсия. Друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Поделитесь своим мнением в комментариях. Напоминаю, что под видео вас ждут полезные ссылки на наш клуб инвесторов и трейдеров. Присоединяйтесь к нему. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это очень важно для алгоритмов Ютуба и для меня лично. А на этом все. Всем пока.